Привет, друзья! Кто из вас хотя бы раз в жизни не слышал о фестивале Monsters of Rock? Культовом регулярном open-air, объединившем под своими знаменами наиболее значимый металл и рок-группы 80-х и начало 90-х. В СССР он проходил два раза. Формально один, но по факту два. Впервые в 1989, когда после трагических событий во время Monsters of Rock в Донингтоне в 1988, местный совет отказался предоставить организаторам право на проведение феста в следующем году. Тогда всемогущим менеджерам, докам МакГи, была предложена идея сделать подобное по составу и масштабу мероприятие, но в рамках укрепления сотрудничества между США и СССР на территории посредних. Так родился Москов Music Peace Festival. А двумя годами позднее, в 1991, прошел уже непосредственно Monsters of Rock. Концерт в СССР стал последним в туре феста. Сегодня я хочу поговорить с вами о корнях этого явления. Как родились Monsters of Rock, когда достигли своего пика и чем все это кончилось. Небольшой исторический срез. Поехали! Идея сделать первый фестиваль тяжелой музыки под открытым небом, Open Air, соответственно, пришла в голову промоутерам, Моррису Джонсу и Полу Луазбин. Концепция была не нова. Уже много лет существовал фестиваль рок-музыки Redding, но к концу 70-х он отошел от рока и был нацелен больше на новые музыкальные тренды. Панк-рок, инди и тому подобные коллективы. Такие, например, как Police, Patti Smith, Jam. Так что, как вы понимаете, появление профильного, open-air тяжелой музыки было неизбежно. Впрочем, первоначально Джонс и Луазбин рассматривали Monsters of Rock как яркую финальную точку в мировом туре Rainbow. Поскольку было уже понятно, что после шоу коллектив расстанется с вокалистом Грэмом Боннетом и барабанщиком Кози Пауэллом. Помимо Rainbow участие в мероприятии приняли такие коллективы, как Judas Priest, Scorpions, April Wine, Saxon, Riot и Touch. Идеальным местом для проведения шоу Джонс и Луазбин выбрали ипподром Доннингтон-Парк, расположенный в центре Англии рядом с деревней Castle Donnington в Лестершире. И 16 августа 1980 года стала настоящим праздником тяжелой музыки, сразу же ставшей непосредственно ассоциироваться с Доннингтоном. Приблизительная посещаемость феста составила 35 тысяч человек. Цена билета составляла 7,5 фунтов стерлинга. Monsters of Rock был признан успешным. Несмотря на то, что ночью перед началом фестиваля во время тестирования пиротехники было повреждено оборудование на сумму 18 тысяч фунтов стерлинга. Фестиваль проложил дорогу для всех будущих Monsters of Rock. Никто тогда и не подозревал, что самый первый Доннингтон станет культовым фестивалем и одним из самых известных метал-концертов. Это было правильное мероприятие, проведенное в правильном месте и в правильное время. Таким образом, Monsters of Rock на протяжении 16 лет стал голосом среди других рок-фестивалей и легендой во всем мире. Это был праздник бескомпромиссной музыки, ставший заветной мечтой для всех тех, кто ее любил. А естественно, не обходилось и без курьезов. Причем с самого старта фестиваля. Басист коллектива Touch, открывавшего первый Monsters of Rock в истории, Даг Ховард сразу после окончания сета не заметил залетевшую в бутылку с пивом пчелу и проглотил ее. У музыканта случилась сильнейшая аллергическая реакция, и его пришлось срочно госпитализировать. Сейчас это кажется смешным, но тогда могло иметь серьезные посредствия для музыканта. Едем дальше. В 1981 году на вторых Monsters of Rock особо отречились Blue Oyster Cult. Незадолго до феста музыканты поссорились со своим ударником Альбертом Бушертом, из-за его неподобающего поведения и двух опозданий на концерты. Световик Ригдауни был нанят для его замены, чтобы коллективу не пришлось отменять свое участие, но возможно это было бы лучшим решением для всех. Blue Oyster Cult выступили настолько ужасно, что их просто было невозможно слушать. Виною тому, впрочем, как утверждается, была выбранная организаторами непроверенная система звукооборудования, которая, по всей видимости, не была подключена должным образом. В остальном, организация вторых Monsters of Rock по воспоминаниям очевидцев на голову превосходила первенца. Теперь поклонникам приходилось меньше тратить времени, чтобы добраться до еды, выпивки и мерча. Просто представьте, как сложно было ориентироваться людям на подобных масштабных мероприятиях в доцифровую эпоху, если даже сегодня, при наличии сотовой связи и интернета, не всегда получается сходу найти нужное место или друг друга. А тогда тем более, особенно если вам повезло заблудиться. К третьему, Monsters of Rock у публики окончательно сформировалась традиция забрасывать непонравившиеся или незнакомые им коллективы грязью и бутылками с мочой. Последнее стало неотъемлемым атрибутом феста. И если с погодой организаторам иногда везло и грязи не было, то моча была всегда. Поклонники тяжелой музыки видут то ли отсутствие достаточного количества туалетов, то ли вследствие банальной лени или в силу характера предпочитали справлять нужду в тару. А потом бросать ее на сцену. Подобного почетного салюта были удостоены в 1982 году Саксон, ставшие первым коллективом дважды выступившим на Monsters of Rock. Похожий прием поначалу ожидал и Twisted Sisters в 1983. Во многом исключительно из-за их ужасного имиджа. Ну согласитесь, лютый кринжец. Впрочем, вокалист Ди Снайдер не растерялся и пригласил всех тех, кто кидал грязь и мочу на сцену, чтобы встретиться в личной схватке. И поскольку никто не поднялся, группа смогла таким образом морально покорить толпу. А вот Митлов, несмотря на всю проваду, не смог справиться с публикой. И его выступление было отмечено соответствующей канонадой. Барабанщик Except Steffen Kaufman вспоминает, что в 1984 году группа с удивлением наблюдала, как на сцену летит что-то огромное. Когда музыканты подошли поближе, оказалось, что это была настоящая голова-лошадь. А когда в 1986-м Моторхед дебютировали на сцене феста, какой-то умник запустил в группу ракетой. Алеме прервал концерт и предложил сделавшему это подняться на сцену и разобраться по-мужски. Но ни у кого не хватило духа признаться. И шоу продолжилось без проблем. Настоящий успех к Monsters of Rock пришел в 1984 году, когда одну сцену разделили такие коллективы, как ACDC, Ван Халлен, Оззи Осборн, Гэри Мур, YNC, Мотли Клю и XF. Дела оргов пошли в гору, и в 1985-м, отражая дух времени, они пригласили Бон Джови и Металлику, что по сути открыло для глэма и трэша большую сцену. Моррис Джонс утверждал, что они всегда следили за тем, что происходит, и понимали, что у них должны быть как признанные имена, так и молодые интересные артисты. Шоу 1986 и 1987 были не менее достойными. Первое запомнилось современником теплым эмоциональным приемом барабанщика Дэв Леппорт Рика Аллена, для которого Monsters of Rock стали первым большим концертом после того, как он потерял в аварии левую руку в 1984-м. Музыкант был очень тронут таким отношением со стороны публики. Monsters of Rock 1987-го, помимо пролета Бон Джови на вертолете во время сета Металлики и Гнева Хэтфилда, запомнился и объявлением Брюсом Диккенсоном. В конце сета глэмрокеров, что хедлайнерами в следующем году будут Айрон Мэйден, это вызвало буйный восторг аудитории и гнев Морриса Джонса. Только спустя несколько дней промоутер признал, что это правда. Дело было в том, что он не хотел, чтобы Диккенсен этого говорил. Monsters of Rock выбили, по всей видимости, напустить мраку. Да и сам Джонс признавался, что ему нравилось слушать слухи о том, кто будет хедлайнером в следующем году, поскольку обычно мало кто мог предсказать решение организатора. Monsters of Rock 1988-го стал крупнейшим в истории фестиваля и его пиком. Посещаемость превысила 100 тысяч человек. Помимо Айрон Мэйден, в нем приняли участие Кис, Дэвид Леротт, Хэллоуэнд, Мегадетт и Гансен Роутер. Но запомнился он далеко не этим. Фесту предшествовала неделя плохой погоды, которая превратила пространство прямо перед сценой в царство грязи. И после того, как беспрецедентная давка толпы клинула к сцене, когда Гансен Роутер заиграли, для двух поклонников тяжелой музыки это стало летанием. Они просто задохнулись в грязи под тяжестью других человек, упавших на них. В некоторых случаях кто-то специально прыгнул в общем угаре. Лица, ответственные за безопасность, утверждали, что плотность толпы перед сценой не считалась критичной. Но увы, свою роль сыграло и то, что когда Гансен Роутер были забронированы на фестиваль, они не находились на том уровне популярности, которого достигли в августе 1988. Так что неудивительно, что толпа буквально обезумела, когда новые мега-звезды Роутер вышли на сцену. Кроме того, в начале выступления Хэллоуин один из видеоэкранов был снесен сильным ветром, и это отвлекло службу безопасности во время рокировки групп. Причем, когда Гансен Роутер вышли на сцену, не все обломки еще были убраны с нее. Уже во время первых композиций в толпе произошел коллапс, затронувший 15 человек. Группа остановилась играть немедленно, но, к сожалению, когда они снова заиграли, проблема не была решена. Аудитория вновь пришла в движение, и около 35 человек было просто сметено на землю. Охрана пыталась навести порядок, но некоторые из посетителей решили, что это отличное веселье, и стали тоже прыгать в кучу. Когда приехало больше сотрудников безопасности, и группа снова перестала играть, район был отцеплен, и ситуация, казалось, была решена. Но к тому моменту два человека задохнулись в грязи, слой которой составил возле сцены примерно 4 дюйма, что соответствует приблизительно 10 сантиметрам. Первоначально полиция хотела отменить мероприятие, но поразмыслив пришла к выводу, что это скорее создаст больше проблем, чем их решили. Все было относительно спокойно до тех пор, пока во время выступления Дэвида Лерота сотрудник безопасности не увидел девушку, упавшую в оморок в толпе. Поднявшись на сцену, он стал умолять вокалистов прекратить шоу, но поскольку музыкант принял его за фаната, то телохранители Лерота отправили охранника в яму, что вызвало небольшой гнев толпы. Финалом этого масштабного, но несколько печального мероприятия стал триумф хедлайнеров Iron Maiden. Из-за этих трагических событий, как я уже говорил, фестиваль взял отпуск в 1989, вновь вернувшись в игру в 1990, с повышенной безопасностью, мерами предосторожности и значительно сниженной мощностью. Затронуло это не только стационарную версию Monsters of Rock, проходившую в Донингтоне, но и международные туры, проходившие с 1983 года. Стоит отметить, что в туре Monsters of Rock 1988 года по США организаторы и хедлайнеры Ван Халлен не учли растущую популярность Металлики, и уже после пары шоу было понятно, кого хотят видеть и слышать зрители. 90-е стали закатом для Monsters of Rock. Во многом свою роль сыграли изменившиеся тренды в музыке и нежелание, и непонимание организаторов приглашать нужные коллективы для привлечения новой аудитории. Ламповый вайп 80-х стремительно шёл на убыль, а ни одна из молодых гранж-команд не хотела иметь ничего общего с Monsters of Rock, и, как признавались организаторы, им становилось всё труднее привлекать правильные группы. В 1993-м, по причине того, что никто из больших коллективов не оказался доступен для выступления в качестве хедлайнера, Monsters of Rock и вовсе отменили. В 1994-м орги решили сесть сразу на два стула и сделать две сцены, основную и второго плана. Громкие имена были на первый, новички на второй, но былого успеха это Monsters of Rock не принесло. В следующем году, ради привлечения на фестиваль Металлики, организаторы пошли на уступку музыкантов и отказались от названия Monsters of Rock в пользу Escape from the Studio, какое было пожелание Металлики, оторвавшейся ради выступления от работы над долгожданным альбомом. Ларс Ульрих тогда заявил, что видит в этом спасение для Monsters of Rock. Финальный фестиваль состоялся в 1996-м году. Организаторы вновь вернулись к двухэтапному формату 1994-го года. Оззи и Киз стали хедлайнерами главной сцены, а Корн на сцене второго плана. Поначалу организаторы попытались организовать двухдневный фестиваль в 1997-м году, но не смогли договориться с хедлайнерами. Всем уже было очевидно, что Monsters of Rock себя исчерпали. В их славной истории нужно было поставить точку. В 2006-м году, правда, под брендом Monsters of Rock произошло одноразовое мероприятие, а шесть лет спустя, в 2012-м, возникло новое явление, как круиз Monsters of Rock. Но всё это было эхом прошлых побед. Настоящим правоприемником Monsters of Rock стал в 2003-м году фестиваль Download, проводивший свои трёхдневные фесты на том же месте вплоть до 2008-го года. Фестиваль Monsters of Rock был настоящим феноменом 80-х и ребёнком своего времени. Он установил шаблон для бесчисленных фестов, которые проходят ежегодно по всему миру, и стал ещё одним артефактом блинных 80-х и неотъемлемой частью мантры «Раньше было лучше». Такие дела. Друзья мои, берегите себя и своих близких. Не стесняйтесь подписываться на канал, ставить лайк и распространять видео в социальных сетях. При желании и возможности поддержите контент чеканной монетой и обязательно оставляйте своё мнение в комментариях. До новых встреч. Удачи!